Книга «Открытым оком», том 2, тема крещения, вопрос 629. Почему? Для тех, кто принимал обливательное крещение в Покровском соборе города Барнаула, для них в Потеряевке при троекратном погружении после крещения не дается миропомазание. «Миропомазание. Ведь оно с крещением вместе составляет один богослужебный чин. Получается ли дары Святого Духа обливанец, ведь он еще не крещеный? Объясните, пожалуйста», – отвечает Игнатий Тихомич Лапкин. «О том миропомазании, о котором вы спрашиваете, в Библии нет ни слова, это определенно. 1 Иоанна 2.20. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. 1 Иоанна 2.27. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое все помазание, учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте». При беседе с сектантами о таинстве миропомазания православные миссионеры ссылаются на эти места. Здесь же речь идет о таинственном, духовном, незримом помазании от Духа Святого, которое может быть и до крещения. Деяние 10.44.48. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. И верующие, забрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа, и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. То, что сегодня называется таинством миропомазания, является совершенно отдельным таинством, самостоятельным, даже не связанным никак с крещением, а просто последующим ему. Оно выражалось только возложение апостольских рук на уверовавших. Деяние 19.42.6. Петр сказал им, приняли вы Святого Духа у первого. Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, если Дух святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Деяние 8.15. Которые придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Деяние 8.17. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Это значит, что значит практика? Неоднократное повторение чего-либо. Она доводит иногда до завзения того, откуда это происходит, для чего и остается просто механическое манипулирование, бесплодное исполнение обряда, что и случилось повсюду с миропомазанием. В фильме Юрия Николаевича Малашина «Второе крещение Руси» или «Глаз вопиющего» показано, что это таинство совершает батюшка Михаил Скачков. Злостный обвинитель против меня на суде, лжет. «Я ничего здесь не утрирую, просто вам нужно посмотреть кадры, и он делает это нисколько не хуже других. Он с короговоркой многократно бормочет. Печать дара Духа Сатага. Печать дара Духа Сатага. Я видел во Фрунзе, как батюшка Борис Бузмаков мазал кофту и плечо восприемницы. Спросите батюшек, случилось ли что-нибудь с теми, кого они мазали, говорили ли они иными языками, освободившись хотя бы от матов. Поинтересовались ли они жизнью этих «освященных», а если их теперь, придя к ним, спросить, как апостол Павел, приняли ли вы Духа Святого, то в ответ могли бы услышать, а мы и не слыхали про Дух Святой. А что это такое? Вспоминается казус, описанный архиереем, лукой, воиной Синецким и своей практикой. Когда он был сослан за леденелый край России, то сподобился крестить новопросвещенному. И когда дело дошло до миропомазания, а мира не было, то он опечалился, как только потом вдруг вспомнил. Он же епископ, апостольский преемник, а Дух Святой подается через возложение сих благословенных рук. И, быть может, впервые за тысячу лет христианства на Руси таинство было совершено во всей красоте и простоте апостольского служения. Септанты ничего не могут преподать, не имея истинного рукоположения, но они по внешней форме стараются выполнить, сверяясь со Словом Божиим. Быть может, они получат совсем иного Духа, но не стараются, они следуют Писание. Что же мы-то думаем? Придумали варить мира с каким множеством правил, условий, ограничений, сложностей. И вот когда пришли на Русь безбожники, большевики и отняли все эти бутылочки и помазочки, сняли ризы, взорвали храмы, то там, на краю севера, вдруг замироточили руки архиереев. Аллилуйя! Обливанцы, даже получив Духа Святого, должны принять полное троекратное погружение ради послушания Духу Святому. Иоанна 14, 26. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Земля бесплодная, пустынные просторы, угрюмый край безвидного ркута, вы приняли в железные оковы от юга изгнанных свидетелей Христа. Суровый край ты, север, но проклятия от Божьих слух тебе не услыхать, зимы твои холодные объятия мы теплым словом будем вспоминать. Бессилен ты, пургою ледяною, в сердцах огонь Господень угасить и всей колючей проволокой стальную. Не сможешь Дух Святых поработить, и все твои обильны тьмою ночи затмить не могут свет любви Христа. Которым живы мы, которым наши очи зрят путь святой через тленные места, твоя суровая полярная стихия и тундра мертвая. И бойная тайга, как вся страна огромная Россия, услышит весь свидетелей Христа. О, дальний север, видишь, на бесплодии уже растут святые семена, и на твоем заброшенном угодье плоды пожнут грядущим времена. Но день придет, и скажет Бог всесильный, довольна, север, пленников отдай. Пришла весна, постепно стал обильный, моих сынов на труд выпровождая. Подутаковы цепи разорвутся, христовы воины свободу обретут, великой силой духа облекутся, и слово истины народы понесут. Продолжение следует...